Самым резонансным событием ушедшей недели, конечно же, стал арест советника Радия Хабирова по науке Руслана Казаханова. Его обвиняют по статье 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество в особо крупном размере. И речь идет о деньгах национального проекта «Наука», в рамках которого из федерального бюджета выделили 119 миллионов рублей. Вот с этими миллионами шустрый советник главы Республики Башкортостан распорядился уголовно наказуемым способом. По крайней мере, так считает на данный момент следствие. В ходе обыска жилища Руслана Казаханова, которое, кстати говоря, располагается в непосредственной близости от резиденции самого Хабирова в деревне Вязовка, было обнаружено подозрительно большое количество наличных денег и четыре внедорожника. Зачем скромному труженику башкирской науки такой вот колоссальный автопарк, в данный момент выясняет следствие. Ну и, естественно, происхождение вот этой вот гигантской налички, найденной у скромного научного работника Казаханова, тоже проясняет следователи Следственного комитета. Арест советника главы региона по науке – это, конечно же, очередной крах хабировской кадровой политики. Ну и мы уже, собственно, устали восклицать. Ну где же, ради Фаритович, только находите всех этих Беляевых, Кучербаевых, Казахановых и прочих Мироновых и Гизатулиных? Но если внимательно всмотреться в ситуацию и проанализировать судьбу незатейливого крадуна от науки, становится понятно, что ради Фаритовичу неустанно помогают подыскивать подобные кадры. Как мне любезно сообщили верные информаторы из администрации самого Хабирова, Казаханова привел к главе республики никто иной, как Урал Кельсинбаев. А кто привел туда Урала Кельсинбаева? Правильно, иноагент Мурзагулов. Вот вы, ради Фаритович, иногда заглядываете за спину тех протеже, которых рассматриваете на разные высокие посты. Возможно, за их спиной вы увидите таких весьма основательных толстых чертей. И если вы учтете вот этот момент, ради Фаритовича, то возможно вам удастся избежать парочки-тройки вот таких вот конфузов, как с этим, с вашим Русланом Казахановым. Ну и вообще поручить человеку с образованием в ЭГУ, переустройство науки целого региона, и поручить ему распоряжаться миллиардными бюджетами, ну это по меньшей мере неосмотрительно.